Привет, друзья! Ставьте лайки, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! Журналисты подозревают, что российский президент Владимир Путин последние несколько месяцев проживает на собственной даче в Сочи, а не в подмосковной резиденции, как считалось ранее. Впрочем, такую информацию тщательно скрывают. Делают это с помощью двух абсолютно идентичных кабинетов в различных имениях Путина. Об этом сообщает издание «Проект», ссылаясь на открытые данные и четыре информированных источника. Оказывается, всё последнее время мы не знали, где находится президент – в Подмосковье, где у него главная резиденция, или на Чёрном море, где у Путина тоже есть дача Бачара в ручей. Кремль придумал хитрость и теперь сообщает о местонахождении Путина по своему усмотрению. И всё благодаря одинаковым кабинетам в разных резиденциях президента, говорится в сообщении. Журналисты проследили за передвижением Путина. 3 ноября Путин вылетел в Санкт-Петербург. Там он действительно был и публично осматривал ледокол Виктор Черномырдин, отмечают в издании. Впрочем, дальше путаница. По данным сервиса Flightradar 24, самолёт специального лётного отряда Россия с номером РСД-143, которым летает Путин и сопровождающий борт, в тот день вылетели в Санкт-Петербург из Сочи. Это очень странно, потому что, если верить официальному сайту Кремля, все предыдущие дни глава государства якобы работал в своей подмосковной резиденции Новоогарёва. Теоретически, можно было бы подумать, что Путин решил сделать крюк Москва-Сочи-Санкт-Петербург. Но Flightradar 24 такого не фиксировал, отмечают журналисты-расследователи. Согласно сайту Кремля, с 21 октября по 2 ноября Путин работал только в Подмосковье. Например, 29 октября его посещал глава ВТБ Андрей Костин. Сначала Путин принял банкира в своём кабинете, и они вдвоём прямо оттуда дистанционно приняли участие в инвестиционном форуме «Россия зовёт», а потом уже поговорили наедине. Вопросы, в частности, вызвало то, почему Костин не мог сначала принять участие в работе форума в Москве, а затем быстро доехать до подмосковной резиденции президента. Впрочем, опубликованные Кремлём фотографии и видео поставили точки над «и». Путин и глава Госбанка просто находились в кабинете, очень похожем на подмосковной. Уже 2 ноября Путин из того же кабинета общался по видеосвязи со школьниками. А на сайте Кремля снова стояла отметка «Московская область – Новоогарёво». Интересно, что сотрудники, которые обеспечивают работу президента, в тот день находились в Сочи. Именно оттуда же на следующий день и вылетел президентский самолёт в Петербург. Разгадка и почему место, где находится Путин, скрывают. Российские журналисты считают, что разгадка странных вылетов первого борта РФ и противоречивых сообщений Кремля такова. Путин находится на Черноморском побережье как минимум с конца лета. Сообщать об этом он якобы не хочет, поскольку по логике Кремля народ должен думать, что во время эпидемии коронавируса президент находится как можно ближе к столице. Об этом журналистам рассказали два собеседника, знакомых с графиком главы государства, а также топ-менеджеров госкомпании. По словам информированных источников, Путину построили на Черноморском побережье копию его кабинета в Новоогарёве. Это позволяет фальсифицировать пребывание президента. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова